Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и сегодня мы начинаем играть в игру This Is The Police 2. Я хотел начать записывать с первой части, но так как я её уже проходил, мне стало интересно сразу начать со второй. Поэтому давайте быстро пробежим по настройкам и начнём игру. Так, язык русский, геймпад отключить, вибрацию отключить, буду играть на мышке. Курсор игровой, экран сотка, воспроизведение обычное, безопасное, а разница? Наверное нет, оставлю обычное. Аудио на максимум, графика, блин, а графики толком тут настраивать не даёт. Да и к чему в текстовой игре графика? Так, разрешение, синхронизация, пожалуй, ставим просто на включенные, и эффекты все, и минимум, больше ничего. Ладно, сохраняем и начинаем. Игру я начинал только для того, чтобы настроить, поэтому далеко не зашёл. Да и сюжетную часть особо не читал. Так. Лисополоса. Штаб галстуков. Так, в отличие от первой части, здесь добавили боёвку, как в XCOM. Ну, точнее, похожую на XCOM. Плюс сюжет, я пока не понимаю, что мы делаем и кем мы играем. Ну, карта будет, она будет поменьше, чем предыдущий город, но тоже прикольная. Ладно, дойдём до этого, давайте вникать. Итак, около часа ночи в полицейском департаменте Шарпфуда раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков, банды наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Так, значит, мне сейчас дадут поиграть за шерифа. На самом деле, я даже не вникал, куда мы приехали, что мы делаем и зачем мы вообще здесь? Смотри-ка, линь разрезанная, офигеть. Труп что ли там? Ау, нифига себе, их тут ещё куча. А тут что, горит что ли кто-то? Офигеть. Блин, смотри-ка, тут ещё и на брёвнах труп. Ладно, тут вот возле избушки лежит, но, блин, на машине-то зачем привязаны к кресту? О, господи, тут ещё и Мишка. Ладно, давайте вникать в игру. А займите укрытие, подберитесь поближе. Заход полицейский обычно совершает два действия. Перемещение на короткую дистанцию отнимает у копа одно действие. Ну, я так говорю, примерно как в XCOM. Так, играю я Хунг, Уэллс... Уэллс это шериф, я так понял. И НОУКС. Ничего больше нельзя сделать. Негатив. Окей. Ладно, пойдём вперёд. Так, что нам нужно сделать? Вы приехали за бандой наркоторговцев, и они здесь все? Что за банда? Что они вообще делают здесь? Что это за город? Ладно, походу разберёмся. Так, любое укрытие делает вас практически незаметным для врага, если он ещё не поднял тревогу. Преступник может заметить копа в укрытии, но только если обойдёт его со стороны. Итак, если кто-то не играл в XCOM, в играх подобного плана можно прятаться за препятствиями. За небольшими можно спрятаться наполовину. То есть, тебя попасть шанс уменьшается. Есть ещё большие укрытия. Ну, скорее всего, это вот типа здания такого, либо брёвен. Там шансы попасть тебя практически сводятся на нет. Ладно, поехали. Блин, как ты медленно ходишь. Так, один есть. А можно мне как-то гуманно их вырубать там, не знаю? Ладно, давайте разбираться. Спрячьтесь у брёвен. Коп может потратить сразу два действия на перемещение. Если на пути у копа появится преступник, то действие прервётся. Вот о чём я и говорил. Здесь он прячется полностью. То есть, его практически нельзя обнаружить и практически невозможно попасть. А не высовывайтесь. Крупное укрытие защищает от пуль надёжнее, чем небольшое укрытие. Да, это то, о чём я говорил. И да, нам даётся два действия. То есть, можно в рамках этого полукруга сделать действие. И либо сделать два действия сразу. Ну, думаю, большинство поняли меня. Ну, если не понял, напишите комментарий. Так, ещё один. На самом деле, очень глупое занятие просто ходить кругами с оружием. Ну, я имею в виду патрулировать, что они делают. Ведь, блин. Я бы просто засел вон на том стуле и сидел бы кайфовал. Эй. Вот на этом рядом с костром. И следил бы за дорогой, кто может сюда приехать через чащу? И не думаю, что они в такой буран через лес шли. Подойдите ближе, подозреваемые. Если вы попадётесь врагу на глаза, то во время своего хода он поднимет тревогу. Во время тревоги копы заметны даже за укрытиями, окей? А он заметил в упор. Так, оглушите преступника. Дайте преступнику дубинкой по голове, пока он не поднял тревогу и не сорвал всю операцию. Оглушённые и раненые преступники не сопротивляются аресту. Ну что, ты готов парехи получить? Так, а у нас тут нож, револьвер, перки. Блин, фэллаут делают из игры. Тазер какой-то. Ладно, дубинка ненадолго оглушает преступника, бьёт без промаха. Не оставляет на теле следок. Давай, прям в чачу ему. Бам. Ха, круто. Подберитесь ближе. Некоторые действия можно совершить только стоя напротив объекта. Окей, мы тебя сейчас будем арестовывать, насколько я понял. Арестованные преступники остаются лежать на земле и не могут поднять тревогу. Вот то, что я и хотел. Гуманность. Арестовать. Попытаться заковать преступника в наручники. Лучше всего вязать оглушённых или раненых. Но ты у нас парень оглушённый. Гет андеграунд. Лежать, падла. Наркоманию тут решили устроить в городе. Зайдите с другой стороны. Возможно, один из преступников патрулирует территорию вокруг минивэна. Окей, проверяем. Какой прикольный, кудрявый. Ход преступников. Так, да, этот патрулирует рядом с Веном. И тут ещё где-то ходит один. Обойдите препятствия, он меня не заметит? Я бы где-нибудь здесь бы спрятался хотя бы, ладно. Ещё один часовой пропал из поля зрения полицейских и, скорее всего, спрятался за плёвными. Окей, погнали. Да, вот он. Выстрелить из тазика. Тазера. Что такое тазер? Копы могут носить с собой не только дубинку, но и другую нелетальную экипировку. Тазер эффективно оглушает на расстоянии, но расходует картридж при каждом выстреле. Окей, тазер. Тазер, тазер, тазер. Похоже на пистолет. Иногда дубинки и ножа недостаточно. Тазер действует на средних расстояниях и оглушает преступника на несколько ходов. Может вызвать болевой шок и судороги. И... чё это? А, это типа шок... Ну я понял, шокер обычный. Просто, блин, дальнего действия. Приготовьтесь к аресту. Так. Оглушение действует несколько ходов, поэтому вы успеете добраться до преступника и арестовать его. Ну и если противник придёт в себя, то он сразу поднимет тревогу. Окей, погнали. Я готов тебя арестовать. Так, перехватите часового. Враги могут не только заметить вас, но и услышать. Если преступник заметит вас издалека или услышит подозрительный шум, то обязательно покинет свой пост, чтобы всё проверить. Так, это можно использовать в своих целях. Окей. Так, глушите его. Ещё один способ вывести преступника из строя – использовать перцовый баллончик. Как и некоторые другие предметы экипировки – шокер, картриджи для тазера и светошумовые гранаты – перцовый баллончик одноразовый и исчезнет после использования. Но перцовый-то ещё и на тебя распространится. Ладно, перцовый баллончик ненадолго оглушает преступника, бьёт без промаха. При попадании смеси в глаза не пытайтесь промыть их водой. Запомните, ребята, реально, не стоит пытаться промыть водой газовый баллончик. Это очень больно и неприятно. Ход преступников. Так, вы оба оглушены. В принципе, вас повязать и всё. Обойти здание с трёх сторон. Вон окошко можно подойти и спокойно посмотреть. Ага. Так, в принципе, даже планировку видно. Можно поставить одного здесь у окошка, одного здесь у окошка. И с той стороны. Ладно, разберёмся по ходу. Арестуйте подозреваемого. Сидеть. On the ground. Серьёзная дамочка. Спрячьтесь у вагона. А нафига здесь даже стёкол-то нету? Можно сразу вон к углу здания было бы пройтись. Ладно. Пойдём. Валяется, мигает чё-то. Приготовьтесь к штурму. А, ну ты прям напрямки, прям к двери. Внутрь помещения можно заглянуть через окно или открытую дверь. Ё. Привет, локализаторы, дверь. Не стоит вламываться в дом вслепую. Окей, мы готовимся к штурму. А ты сейчас будешь арестовывать его, да? Подойдите ближе, окей? 20 ходов тратишь на арест. Блин, этот более злой. Хоть и кудрявенький такой, забавный тип. Так, ход преступников. Интересно, сколько их ещё осталось? Подберитесь к окну. А если вы до сих пор не поняли тревогу, то противник не заметит вас в окне. Окей, поехали. Как тебе там, Хан? Или как? Я побежу. А, есть преступник. Приготовьтесь к атаке. Ну ты прям сразу туда идёшь. Не, не Хан, Хунг. Хунг, Уэллс и... Ноукс. Можно его загасить? Негатив. Окей. Погнали сразу в атаку. Так, ну чё делать-то будем? Выбить и дверь. Блин, так он сразу услышит. Может его как-нибудь оглушить? Выбивать или взламывать двери может только полицейский с соответствующим перком. Привет, Фэллаут. Шум от выбитого окна или дверей обязательно привлечёт внимание противника. Ну, хрен с ним, видимо, ничего не остаётся. Так, здесь какие-то другие взаимодействия. Ладно, перки. Список активных перков у копа. Так, а чё у тебя есть? Терпение, тень, перековорщик. Ладно, фиг с ним. Работает только таран. Полицейский громко выбивает дверь или окно. Давай. Хорош. А выстрелите в преступника. Блин, ну теперь он точно заметит нас. Да и убивать-то мне особо хотелось, если честно. Подстреленный подозреваемый или погибнет на месте, или начнёт истекать кровью. Раненный человек умрёт через несколько ходов, если его не эвакуировать. Выстрелы из пистолета сразу же поднимают тревогу, поэтому подумайте дважды, прежде чем открыть огонь. Так я подумал, нафиг мне стрелять, серьёзно, давайте просто уедем отсюда. Возьмём фургон вон с тем вон человеком и уедем. Нет, ведь вам надо прорваться. Но здесь же можно обойти. Это же не картина, это же окно. Блин, братишка, давай обойти просто. Негатив, окей. Нас просто ведут вперёд. Ладно, давайте просто выстрелим в него. Ну почему не из тазера, допустим? Так, а почему здесь точка ниже? Это, видимо, успех какого-то действия, то есть того или иного. И, видимо, выстрелить из револьвера в упор. У него не стопроцентное попадание. Окей, выстрелить из револьвера не забудьте прицелиться перед тем, как нажать на спусковой крючок. В некоторые части тела попасть сложнее. А-а-а... Голова? А-а-а, рука. Преступник не сможет стрелять, но наверняка попытается сбежать. Так логично ему в руку, в ногу, вернее, стрельнуть, чтобы он не убегал. Ну или в бошку сразу херануть разок и всё. Ну, блин, игра вначале ведёт, поэтому придётся стрелять в руку. Бам. Красава. А-а... Человек пятьдесят в каждой клеточке может по одному стоит. Ладно, взломайте окно. Хунг, ну давай, посмотрим, какие перки у тебя. Да, у тебя такие же перки. И взломщик полицейский бесшумно вскрывает закрытую дверь или окно. Давай, ломаем. Легко. Блин, взяла, просто приподняла окно и всё. Приготовьтесь к штурму. А-а-а... С таким кровотечением его не убежать. Так это, конечно, правда, да, но мало ли, сколько их там ещё внутри. Выбейте окно. Ноукс тоже не умеет открывать аккуратно. Бам. Ну ладно, пускай так. А-а-а... Приготовьтесь к штурму, эта дверь его не спасёт. Давай. Я знаю, что она его не спасёт. Но, блин. Сколько их там? Десять, пять, два. Да даже если двое, они уже готовы и ждут нас. А это вообще что, кладбище, что ли? Почему здесь вокруг кресты? Ну, я так полагаю, это не кладбище. Это типа лесопилки или склада, может, не знаю. Ну, на самом деле, непонятно. Брёвен много, но внутри-то не склад, а просто дом. Ладно, пробуем. Займите позицию. Давай, Уэллс. Мы загнали его в угол. Да в какой-то там угол. В комнату загнали. Давайте, пацаны и девчата. Эй. Эй, куда вы? Эй, 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 эй. А что происходит? Кто кого? Эй, серьёзно? Блин, я не помню, когда играл, такого не помню. Ноябрь 21-ое. Продолжить. Ну, окей, продолжаем. Но сегодня у меня повезло очень сильнее. Я имею в виду, это ведь не просто похороны были, да? Вещерпус собрался. То ещё зрелище. У меня была учительница, миссис Доусон. Так я её с третьего класса не видел. Думал, переехала или умерла. Я имею в виду, у нас в городке не так-то просто потерять кого-то из виду, да? Я какой-то плохой курьер. Буду стараться озвучить всё. Что вообще происходит? Хлеб, банки, курьер, куда он приехал. Я имею в виду, ты смотришь на всех этих людей, и им конца не видно. Все дороги перекрыли. И я тут подумал, фигово, когда из-за кого-то мёртвого живые не могут получить свои продукты, да? А это кто сидит? Я? Я просто хочу сказать, я имею в виду... Давай, сведни свой пакет и уваливай отсюда, урод. Я очень уважаю Шерева Уэллса, и он погиб. Блин, всё-таки он погиб. Я просто говорю, что я же должен делать свою работу. Я ведь не хочу её потерять. Никто не хочет потерять работу. Шарфуде ведь сейчас работу не легко найти, да? Поэтому... О, это же Джек Бойт. В натуре. Нифига, он посидел. Мистер Нэш, я... Мистер Нэш. Спасибо, говорит. Я просто хотел сказать, что вам не обязательно звонить мистер Соммерсом. Я имею в виду, он и без вашего звонка устроит мне взбучку. Начальник, видимо. Я заслужил, да? Я просто... О, кстати. Те сигары, о которых вы спрашивали... Их, походу, нету. Сизерс, да? В общем, мистер Соммерс сказал, что у нас их нет на складе, но мы можем их заказать. Возможно, ждать придется пару недель или около того, но что такое пару недель, когда речь идет о качественном продукте, да? Да, я помню, однажды я... Заткнись, забудь и... Уйди отсюда, блядь. Балабол. Я не знаю, сколько я еще здесь проработаю. О, я... Да свали уже. Я надеюсь, что... Я имею в виду... Я надеюсь, что вы не уедете слишком скоро. Вы типа наш лучший клиент. Или один из лучших клиентов, я прав? Так, Джек Бойт, ты заказал хлеба, кучу бухла и несколько консервов. Что ты здесь делаешь в этой глуши? Им говорят 90 или типа того, или может даже 100. Я... В смысле, я не сомневаюсь, что вы найдете себе нестойную работу, да? Эм... Эм... Да валяй отсюда уже. В смысле... Хорошего... Хорошего дня, мистер Нэш. Почему мистер Нэш-то? Тебя Джек Бойт зовут, я тебя помню. Ты с первой части. This is the police 2. This is the police. Хе-хе-хе-хе-хе. А, разлижай. Эй, Лили, ну так что, мы завтра снимаем эту штуку? А, что? Мы делаем что? Ну, эту штуку в поле, этот рисунок, завтра его снимаем. Я уже договорился с дядей Дмитрием. Он ему куда-то что-то там может даже выручить. Во-первых, это не рисунок, а панно, ясно? Это величественное произведение искусства. Ты не заметил, нет? Во-вторых, оно висит там не просто так, а в третьих, и главных, мы... А, вы прорисовали в холле. Отлично, отлично, завтра я притащу кронштейн, и мы сможем повесить там телевизор. Черт, вот бы еще видеть к нему, да? Джейси, мы не будем снимать панно. Ти-ви? Походу, она, типа, заместитель того погибшего шерифа, а это типа копы. И, походу, освободилась место где-то. Либо в его кабинете, либо еще где-то. Короче, они решили позаправлять сами между собой, да? Третий уже пришел. И автомат, и даже пин-пол, наверное. И, кстати, мой пацан приехал к своей невесте в Дерри, так что есть свободный видик. Они решили тут кайфовать, короче, уроды. Только он забрал с собой кассеты. Да, кассеты не проблема, у меня полно кассет. Плюс мы можем сказать парням, чтобы каждый принес по паре фильмов, и тогда мы... Слушайте, я просто хочу, чтобы вы... Эй, какие фильмы у тебя есть? Да, все. Кровавая рубашка, кровавая рубашка 2, кровавая рубашка 3, кровавая рубашка 4. Круто сваренное без из 5-го вида. А есть у тебя тот фильм, где этот пилот хочет обретить землю, но у него кончается топливо над океаном, и он просит помощи у сатаны, а сатана отправляется... Отправляет его сражаться с армией скелетов и генерал-скелетов. С ним лучше не... Мата я буду пропускать. Это ветер дует в ад. Ладно, парни просто решили обсудить фильмы. И похалтурить. Джейми... Коди, или как его там... Еще какой-то тип. А как зовут эту девчонку рыжую? Вот Кори, чувак. Джесси Кори. Ну, как бы для взрослых. Там парень получает способность растевать людей силой мысли, и вот приходит он на работу, он работает в банке, и его босс настоящая стерва. Но стерва с отличными сиськами. И вот вызывает она его к себе. Завтра. Мы обсудим все завтра. Да, она походу от них подзапарилась. Че за типочки? Мы бы, не знаю... Так, сидись на месте и приготовься печатать. Мы же договорились. Это кто Гейл? Видимо, ее друг. Мы допишем это письмо завтра. Если повезет, мы даже... Гейл, сними свою шапку и вернись на свое рабочее место. Я шериф, и ты будешь делать, что я говорю. Во, она шериф теперь. Прикольно, это типа зам. Лили, ты ведь понимаешь, что тебе не обязательно быть такой сукой, правда? Осадил беднягу. Заправка ушастого закрывается через полчаса. Если мы не закончим это дурацкое письмо в ближайшие 10 минут, я останусь без сигарет до утра. Если я останусь без сигарет до утра, утром я приду на работу в очень плохом настроении. А если я приду на работу в плохом настроении? Ну так заткнись и печатай. Shut up, Ant. Диктуй. В моем бы участке такого разгильдейства не было. И ради бога, давай перестанем думать по полчаса над каждым предложением. Сначала прочитай, что мы уже написали. Конечно, мы не сможем платить вам серьезные деньги. Вполне вероятно, мы не сможем воплатить вообще ничего. Но я надеюсь, что для вас, как и для меня, безопасность нашего родного Шарпвода вопрос долгой чести, а не материальной выгоды. Нет, нет, не только последнее предложение. Прочитай все с самого начала. Или, ну, брожи, прочитай все с начала. Я не смогу так читать. Которые сподвигли меня. Буду откровенна. Содержание этого письма про меня будет расценивать полицейский департамент Шарпс. Я больше этого не вынесу. Продолжаем с того места, где остановились. Как ты думаешь, капитан Картер вообще прочтет это? Лили, давай мы хотя бы допишем его и тогда. Они взяли его, взяли. Тот парень из техточного магазина. Помните? Это один из галстуков. На этот раз никаких сомнений. Они без этого сюда? Уже привезли, он тут. При нем был товар? Он что-нибудь уже сказал? Что? Что я не знаю? Походу, они взяли одного из тех, кто убил того шерифа, предыдущего. А у этой Лилии, походу, нифига не получается управлять коллективом. Так, это один из... Нифига, он здоровяк. Как его там, Гейл? Что с ним случилось? Насколько я понимаю, он ударился, когда залазил в машину. Да. И когда выбирался из машины, тоже ударился. И еще ударился, когда по ступенькам подумался. И когда мы наручники, это тоже было очень-очень больно. Уроды. Завали лицо, Чарли. Что? Шериф задал на прямой вопрос, и я пытаюсь... Вон! Все! Лилии, будет лучше, если... В чем проблема, Гейл? Разве не будет лучше, если шериф допросит важного подозреваемого? Разве это не здорово, когда командир лично берется за ответственную работу? Ты так не считаешь? Ладно, парни, вы слышали? Что ли? Выходим. Да. Нифига, злюка маленькая. Нифига, у нее отдел так-то нормальный. Сколько там человек? Ааа. Что, мы сейчас допрашивать его будем? Я что-то этого уже не помню. Ну ладно. Я готов. Я помню, в первой части можно было допрашивать. Но, наверное, все отличается уже. Так, лампочка, свет. Чувачок тусит внизу. Уоль Мелтон. Молчит, видимо. Я знаю, что за убийством шерифа Уол состоит твоя банда. Просто скажи мне, кто нажал на курок, и может быть, я тебя отпущу. Типа хороший полицейский. Ты и твои дружки заманили шерифа Шарфуда в засаду и подло убили. Вы галстуки вообще представляете, что вас теперь ждет? Так, это у нас типа плохой истеричный женский полицейский. Да простят меня, феминистки. Ты ведь из этих мест, да? Уверена? Ты слышал, что наш шериф Уэллс погиб. Что тебе об этом известно? Ну это на дурак. А, тут уже понятно, что... Так, давайте... Давайте в хорошего полицейского поиграем. Даже если бы я знал, о чем идет речь, я не стал бы ничего выбалтывать тебе, дорогая. У вас у всех копов такое милое личико? Козлина, а? Не прокатывает. Надо ему по лицу пару раз ударить хорошенько. Я знаю, что за убийством шерифа. А, это то, что я нажимал. Окей. Насколько я знаю, вы никогда не держите наркотики на своей базе. Почему? Так, а по поводу шерифа разве мы уже договорили? Ладно, сменим тему. Наркотики, где вы их храните? Действительно, не вывозят нифига. Сразу переключается на следующую тему. Я не отстану, пока ты не скажешь мне координаты вашей базы. Там, давайте... Ну ладно, давай сменим тему. Ага, ладно, сменим тему. Наркотики, где вы их храните? У тебя в трусиках. А знаешь, почему? Потому что там никто ничего не будет искать. Козлина. Я бы с каблука на ее месте бы ему в лоб зарядил. Ладно. Эээ... В смысле? И все, что ли? Это весь допрос? Смотри, какая она злая. Ха-ха-ха. Не прокатило. Что за чемодан? Вы бы хоть чемодан спрятали. Что? Да там всего лишь... Чарли, закрой рот и приготовься к допросу подозреваемого. Так, видимо, Гейл шарит, в отличие от нее. А почему у него он шериф? Такой здоровенький типок, вроде нормальный, адекватный. Лили, я хочу... Я просто хочу, чтобы... Ты ведь понимаешь, Гейл, что это скоро закончится. Все это. Ты понимаешь это, правда ведь? Я... Я понимаю, Лили. Мне нужно дописать письмо капитану Картеру. А капитан Картер, это, видимо, глава департамента какого-то у них. Не знаю. В Америке это немножко по-другому, не как у нас в России. А что он такой недовольный? Может, он что-то затеял против нее? И что, мы за нее будем играть или за... Или за кого? За Джека Бойда? Кто там? А, это Джек Бойд, походу. Шатается. Бухой, наверное, уже. Кто там? Здравствуйте, меня зовут Богдан. Акцент прикольный. Вы довольны своей водопроводной системой? Я так спорить, что нет. Я здесь, чтобы решить вашу проблему. Я... Я... Простите, что? Не очень-то здорово бегать в туалет на улице у мороза, а? На дворе ночь, ты что, придурок, что ли? Ходишь в туалеты предлагаешь? Смотрите-ка, сделали это, ну, как сказать. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. И вы тоже знаете, о чем я говорю, не правда ли? Послушайте, я... Послушайте, это не мой дом, я... Ну, типа, анимацию добавили прикольную. Раньше ведь просто картинки были. Значит, владелец дома все оплатит. А вам остается лишь наслаждаться новеньким метазом, теплее и комфорте. А, вы что... О, нифига, у него пушка тут... Блин, интересно. Я вот не помню события первой части. Чего, он от кого там убегал? Заныпался здесь что-то с пистолетом. Ну, ребята, походу, не знают, кто это. Вообще, никто не знает, кто это. Но он просто хочет покайфовать, наверное. Посидеть, отдохнуть. Вы справедлив... Эм... Понимаете, наша фирма пока еще делает свои первые шаги в этом бизнесе. Блин, походу, он же как закипает сейчас. Типа, какой-то придурок пришел, начал уговаривать. Хе-хе-хе, придурок противный. Я понимаю ваши нужды, мистер. Я понимаю ваши нужды, мистер. Я сам 20 лет вынужден был сбегать в туалет на улицу. По ночам. Блин, вот. Только не лишка, не только не застрели его. Пожалуйста, уходите, просто уходите. Я хочу, чтобы вы ушли. Я знаю, чем... Вот он остырный, а я бы ему уже... ...прикладом выдал в нос. Но я уверю вас, если вы позволите, не войти. Не знаю, нахреневший. Я прошу вас, я просто хочу сэкономиться. Ты придурок, что ли, ты куда ломишься в барад? Видели, он пытался его отодвинуть зато. Довали уже отсюда по-хорошему, придурок. Я был верен. Тойлет в доме – это то, что каждый младенец потребит. Давай, Бобой, ты просто выпейте, поди. Я прошу вас уйти, вам нужно уйти. Сейчас. Уходите. Ладно, ладно, хорошо. Но я уверен, не придет. Давай, ну нахер себе просто. Он просто закрывает дверь. Давай, продолжай балаболить. Мадоедливый продавец. Богдан, да, как тебе там? Ну что ты, хлопай дверью, да и все? Или это я должен сделать? Нет. Сам. Ролики не пропускаются, но полностью. Я не хочу полностью пропускать. Так, что с тобой? Ты что, нервничаешь? Ты же вроде таким, ну, нормальным, крепким был в первой части. Что такое? Ну как, крепким он там тоже постоянно таблетки хавал, не знаю. Нервничал. Так, бухлишко, ручка, что это, картинка, фотография. А, это он разве? Это его жена, походу. Кто-то еще? Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое удал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигарет, сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Так, Дилан, Оливер и Эдгар. Разве у него дети были? Я этого не помню. А... И... Чё? А, вот это я примерно помню, я... Когда начинал игру, это было... Я быстро пропустил. Поэтому давайте читать. Ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали и попросили на помойку. Но давайте будем отвечать как-то... Блин, не знаю... Обобщенно, неконкретно. Пускай первый вариант будет. А... Продолжить. Окей. Почему ты сбежала с Фрибурга? Да, кстати, почему ты сбежала с Фрибурга? Я не сбежал. Я взял премию, чтобы перекуприроваться, а потом вернуться и очистить своё имя. Эй, бешеный пианист, успокойся, ты меня перебиваешь. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Я сбежал, потому что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю так много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне бы просто не дали дожить до суда. Ну да, давайте первое. Типа такой фелософ. Пускай весь из себя будет. Почему на самом деле ушла мама? Потому что она... Нифига. Ну да, она ушла к какому-то там страховому агенту, но я не думал, что он такой крутой. Нормальный типок такой, серьёзный. Потому что решила, что хочет трахаться со своим 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Надеюсь, ободь. С Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии. Поэтому Лора ушла от меня. Тогда я не придал её словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было всё дело. Окей, пускай этот вариант будет. Дальше. У тебя тоже был роман на стороне? Да нет. Как бы... Не на стороне, там конкретно они как бы начали общаться. Другие не помню, чем это закончилось. По-моему, её звали Лора. И она была из прокуратуры, по-моему. Ладно, походу разберёмся. Я не могу так сказать, хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно. Да, и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону. И так никогда и не встретились. Серьёзно? Я думал, они встретились. Я вот не помню первую часть. Надо будет потом пройти. Да у вашей мамы был роман, а всё, что потом случилось у меня, не более чем увлечение. Наивная любовная фантазия, так и не ставшая реальностью. В любом случае, всё кончено. Сейчас моё увлечение хочет засадить меня за решётку? Серьёзно? Она что, за ним гоняется? Ну, пускай тоже первый вариант будет. Такой обобщённый. Блин, когда следующий чекпоинт? Уже подустал. Зачем ты связался с мафией? Просто я наслышал, что тут куча диалогов. Ну, не настолько же, дайте мне поиграть-то хоть. Я и не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожают развесить голову твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что от тебя требует, без сомнений и лишних вопросов. Я связался с ней, потому что мафию нельзя победить, лишь контролировать. И, глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Пускай этот вариант будет. Эй, пианист, вернись! Я не могу без музыки на фоне. А ты убивал людей? Ну, вообще, в первой части, по-моему, я старался никого не убивать. Ну и делать всё более-менее гуманно. Я никогда никого не убивал, у меня много пороков, но я не убийца. Я никого не убивал своими руками, но я давал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей? Нет, пускай первый вариант будет, я никого не убивал, я помню. Так, дальше. Как твоё здоровье? Да, кстати, ты постоянно на таблетках был. Хм, прикольно нарисовано. Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и две пережитые комы. Одно знаю точно, третью кому я не вынесу. Подождите, у него две комы было, разве? Я помню только первую, когда его заманили в кафешку, типа ночью. Старуха, мать его жены. И его там вырубили, он там ещё тачку сменил. Вторую не помню. Не жалуюсь, но мне бывает одиноко, и боюсь, что новых друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моём возрасте уже ни к чему не приведут. Разве что ещё к одним похоронам. Ладно, пускай второй будет, не знаю. Пианист, где ты? Слишком тихо. Почему ты просто не ушёл на пенсию? Я ловлю преступников, это всё, что я умею делать, это всё, в чём я хорош. Я не ушёл на пенсию, потому что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне её выполнять. Да потому что мне не к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занялся? Сельским хозяйством? Все мои инструменты давно заржавели. Через неделю такой пенсии я бы опустил себе пулю в лоб. Ну, конечно, первое, блин, детям пишешь. Если это детям письмо, конечно, адресовано. Чего ты боишься? Ну-ка, Джек Бойт, чего же ты боишься? Я боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ, словно циркового уродца. И всё, что останется у моей власти, это раскроить себе черри по прутье решётки. Я боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, потому я и взялся за это письмо. Ну, давай второе. Интересно, это на что-нибудь повлияет? Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, что должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придётся зайти. Я не могу сказать вам этого, ну не потому что не доверяю вам, а потому что я сам могу лишь догадываться, на что мне придётся решиться в следующую секунду. Нет, давайте опять неконкретно ответим, пускай будет такой загадочный философский диалог с письмом. Так, запакули, запаковываем, нифига, он весь стакан уже выпухал. О, денежку кладёт. Эй, Бойт, передай мне денежку. Ручка у него прикольная. Где чекпоинт, блин, я уже не хочу смотреть, мне уже надоело, я поиграть хочу. Или хотя бы закончить серию, сидит музыку тут слушает. Ха, мы едва не заткнули, а мы едва заткнули парня, оказался в ней скрепки. А ведь я даже не перешёл к третьей фазе. Третья фаза, это когда времени совсем мало, они сворачиваются штабом. Если поторопимся, сможем зарасхватить почти всех. Это на севере, в старом летнем сарае. Товар они никогда не хранят в штабе. Всегда находят какое-нибудь новое место, обычно съёмный дом на окраине. Чаще всего в этих местах живут случайные арендаторы, которые даже не подозревают, что у них под половинцем что-то хранится, чтобы товар нельзя было связать с галстуками. А галстуком с товаром... Помнишь, маленький трактор Форсетти? Мы туда после выпускного зашли выпить и распили зеркало. Мистер Блэнс чё-то там, и теперь сдаёт его за гроши. Твень недели назад там поселился какой-то старик, а у него под нога... Это не Джек Ботт, ну, чем там поселился? 27 килограмм героина? Думаю, здесь этот хмыр немного водит нас за нос. Наверняка в доме засели четверо-пятеро вооружённых охранников, хотя дом маленький, да? Серьёзно? У Джека Бойда сейчас... Под ногами 27 килограмм героина? Чё за подстава? Он хотя бы не в курсе? Старин, говорит, это просто кличка. Не серьёзно, он в курсе, или он... Блин. Вот это подстава! Вот это западло! Вы с Кори поедете, возьмите машину, если в доме живут не только старик, везите их сюда. Не про героинь, не забудьте. Старин поедут со мной в штурмовать штаб. Тангейл и толпа поедут в штаб, а двое поедут к этому... Всё верно ли? Или молчит? Коза. А двое поедут, короче, к этому... Да, вот она карта. Я до сюда, по-моему, как раз и дошёл. Двое поедут к Бойду, а где у них склад самый основной? Такая тишина, а где время указывает? Раньше время показывало. Вызовы, наркотрафик, 562. Таверна Форсетти. Ух ты, прикольно. Флетчер Белла. Да, точно, вон, из этого, из видеоролика. Чувачок, Флетчер Белл. Белла я не видел. Таверна Форсетти. Галстуки прячут крупную партию героинов в доме на окраине. Сейчас дома ретует какой-то старик. Вероятно, он в сговоре с галстуками охраняет товар. Капец, Джека Бойда сейчас подставили жёстко просто. Блин, вот подстава в натуре. Так, перетягиваем. Что это такое? А, у них получается шкала заполнения. То есть, надо набрать 600 звездочек, чтобы... То есть, короче, у полицаев должно быть опыта как раз на задание. Либо... Ну да, меньше нельзя. Прикольно сделали, конечно. Так, автозака нету теперь. И нету спецназа. Остался только снайпер. Блин, отправить их сейчас или... Нет, ребят, пожалуй, сегодня на этом мы закончим. Посмотреть характеристики. Что это? Сила, интеллект, скорость, скрытность, стрельба, переговоры. Блин, тоже какие-то перки, как в Fallout этот. Может, сговаривать, смотрю, умеет. Переговоры у него на максимум. Сильные немножко. А этот лошпед. Ладно, будем разбираться в следующей серии. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержите меня лайком. Всем пока и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok